Ну что ж, хочу поздравить и вас, ну и себя, конечно же, самого, что наконец мы достигли, перешагнули такое количество подписчиков, что получили от YouTube награду, серебряную кнопку. Вот она эта, серебряная кнопка, так вот сделаем, вот, я ее сюда положу, она у нас здесь все время будет лежать. Но хочу сказать, что в любом случае, в любом случае, ребят, конечно, спасибо за то, что подписываетесь. И почему это и вам тоже принадлежит, не только мне, потому что при содействии многих из вас, которые подписываются на канал, и я вам скажу, что многие не подписаны, например, в прошлый раз я смотрел сюжет, свой же сюжет пересмотрел, и когда зашел в творческие вот эти вот настройки, увидел, что практически около 50% просмотров это было от людей, которые не подписаны на канал. Было очень удивительно. Ну что вам стоит, если вы уж смотрите канал Антитопор, что вам стоит подписаться? Нажать кнопочку и подписаться. Те, кто подписан, огромное спасибо. Также эта кнопка принадлежит тем, кто все это время, все эти годы помогал Антитопору, кто-то финансово помогал. И вот эти списки за последнюю неделю, я каждую неделю выставляю подобные списки, вот за последнюю неделю, вот кто-то через Бирбанк помогал, кто-то через Патреон, кто-то через Бусти подписан, помогает. Эта кнопка также ваша, потому что при вашем содействии Антитопор есть и будет. Дело в том, что, как я уже говорил ранее, к сожалению, YouTube в России, можно сказать, даже заблокирован. Он временно или, скажем, частично доступен на территории России, а уж рекламы тем более нет. Давно, чтобы можно было чего-то, какие-то финансовые плюшки получать от этого. К сожалению, этого всего нет. Поэтому канал существует только за счет тех людей, которые иной раз нет, нет, из недели к неделю чего-то, какие-то деньги да присылают. На эти деньги, естественно, я езжу, я и показываю вам все, что вы видите, покупаю необходимую литературу, чтобы тоже демонстрировать вам и показывать, ну и так далее, и так далее. Поэтому эта кнопка, конечно же, и ваша тоже кнопка. Ну и потихонечку перейдем сегодня очень короткому видео, потому что дел действительно сейчас очень много. На носу скоро выйдет календарь Арцах и Арцахцы 2025 года. Любители календаря, которые вот у меня покупают книги. Кстати говоря, те, которые покупают книги, записки странствующего армянина. Вот указано, как это сделать, тоже в описании этого видео. Вот те, кто покупает эти книги, они тоже вносят свою лепту, потому что на эти деньги я также езжу, снимаю, показываю и рассказываю вам. А потом снова пишу, чтобы пустить эти деньги с книг в оборот. Также и календари, полюбившиеся вам, которые с годом в год, начиная с 2019 года вокруг света армянского, выходят. На этот раз выйдет календарь Арцах и Арцахцы. Весь календарь будет посвящен выходцам из Арцаха, ну и истории Арцаха по каждому дню, как вы знаете, как вы уже понимаете. Но сейчас мы не будем об этом говорить, потому что я уверен, сейчас все будут писать, а как заказать календарь. Вот когда выйдет календарь, буквально уже может быть через 2-3 выпуска я уже начну его рекламировать. Когда выйдет, поговорим о календаре. А пока вы можете приобрести вот мою книгу. И те, которые живут за пределами России, могут приобрести. Написать на адрес электронный в вадарсобакамейл.ру, в описании имеется этот адрес. Ну и те, которые Сбербанком пользуются, могут напрямую из России заказать эту книгу. Так же, как и те, кто донаты высылает из России. Тоже номер карты Сбербанка имеется под этим самым выпуском. Так вот, вы знаете, последняя неделя снова мне запомнилась той молвой об Индии, и чтобы армяне пришли из Индии. Там какой-то идиот, как его зовут, я уже не помню. Шабанов его фамилия. Вроде бы мужик в галстуке, весь такой серьезный. Они, наверное, думают, что вот серьезное лицо, галстук, это признак ума. На самом деле, они уже несколько раз доказали, что это далеко не так. Так вот, он снова чушь начал выдвигать об армян из Индии. Вы знаете, я подумал вот о чем. Я разделю выпуск об армянах из Индии на две части. Один я сделаю такой в их стезе, так как они любят, я имею в виду пропагандисты азербайджанские, в виде философии, легенд, хохмы, хахахихи. Это будет сегодня, коротенький такой выпуск. А вот уже наиболее серьезный выпуск я сделаю, может быть, на следующей неделе, может быть, через две недели, чтобы более серьезно подойти к этому вопросу и показать, что есть что. Так вот, сегодня пока не серьезный выпуск, но тем не менее. И начну я этот выпуск вот с чего. Они же говорят, что армяне из Индии. Ну, окей, давайте посмотрим все-таки, кто из Индии. Армяне из Индии или азербайджансы из Индии. Итак, внимание. Азербайджансы из Индии. Это только 50 слов, что сразу мне пришло в голову. Их поняли только носители азербайджанского языка и носители языка хинди, как ни странно. Армяне точно не поняли. Те, которые не знают хинди и не знают азербайджанского. И после этого армяне из Индии пришли в Закавказье, которые ни черта не поняли, не зная ни азербайджанского, ни хиндии. У вас первая ханум на деревне с именем Мехрибан, что на хинди доброе, как и по-азербайджански. Бог с ней, с Мехрибан ханум. Ильхам ханум. Вам известно, что имя Ильхам на всем востоке женское. И в Иране, и в Турции, и в Афганистане оно женское. Можете поинтересоваться у братушек турок, у религиозных братушек в Иране, у афганцев. Можете поинтересоваться. Они вам то же самое скажут, что Ильхам женское имя. И только, внимание, у индийских мусульман, в смысле в Пакистане, и в самом Азербайджане Ильхам мужское имя. Теперь все, что я сегодня сказал, можете перепроверить у любого индийца. Еще раз. Их миллиард. Наверняка сможете найти. Может, кто-то из них будет из города Хайдарабада, что побратим Гейдарабаду. И когда индийец вам подтвердит все, что я перечислил выше, вы ахнете и скажете, насколько Вадим Меолим прав. Кстати говоря, если вы им скажете, Вадим Меолим, они поймут, что вы имеете в виду. Вы даже не способны сочинить легенды о происхождении Еревана, называя город Ираваном, видимо, в честь индуистского божества. Наверняка ваши предки были участниками событий, описанных в романе и Махабхарате, раз и Ираван вам тоже знаком. Ну, что я вам скажу. Вы же наверняка слышали, как азербайджанцы говорят о том, что якобы Ереван это древнеазербайджанский город. И называется он на самом деле не Ереван, а Ираван. Ну, по терминологии, по топонивике я вам много раз говорил, почему они называют Ираваном. Ну, коль они так шутят всерьез, то и я пошучу всерьез. На самом деле, только в честь такого уродца азербайджанцы могут назвать тот или иной город. Дело в том, что имя этого демона Ираван, ну, только такие красавцы могут нравиться нашим соседям. И куча общих слов с индийцами. И ни один ваш той, вернее свадьба, ну, вы называете той, не проходит без пляски под песни из индийских фильмов. Ну, и напоследок, мой обещанный вопрос. С бывшими индийцами и нынешними пакистанцами Азербайджан установил отношения только в июне 1992 года. А с какой страной раньше, чем с Пакистаном, 28 февраля 1992 года, Азербайджан установил отношения? То есть, после какой страны Азербайджан потянулся к Пакистану? Вот эта футболочка пойдет тому победителю азербайджанцу, который правильно ответит на вопрос. Я думаю, что она вам очень понравится. Дерзайте. Смотрите антитопор. Азероиндусы, огнепоклонники вы мои из Атижгаха, Сураханского. И привет индианке Камале Харисовне, за которую лично я бы с удовольствием проголосовал. А это уже намек моим соотечественникам в Соединенных Штатах Америки. Субтитры создавал DimaTorzok